Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Каждую торговую точку на центральном рынке проверят. 21 день счастья для детей из Украины. Казачьи дружины несут службу днем и ночью. На центральном рынке продолжаются контрольные мероприятия. По поручению главы города все торговые точки проверят на предмет соблюдения законодательства. Лидер экономики Кубани или барахолка. Центральный рынок Анапы неоднократный участник краевых конкурсов. Не держит марку. Многочисленные нарушения правил торговли и благоустройства выявлены специалистами всего за несколько дней. Контрольные мероприятия продолжаются. Обследование проводится сплошное. Составляются акты осмотра. Типичные нарушения, которые обнаружили специалисты управления торговли – это отсутствие элементарных вывесок, о принадлежности объекта, отсутствие ценников на весь ассортимент реализуемых товаров, отсутствие книг, отзывов, предложений. То есть такое положение дел не может устраивать ни потребители, ни, конечно, органы местного самоуправления. В связи с чем? Всем хозяйствующим субъектам, которые были обследованы, рекомендовано в трехдневный срок устранить допущенные нарушения. В противном случае администрации города будут приняты неотложные меры по привлечению их к установленной законам ответственности. Сотрудники управления торговли проверяют документы и делают замечания предпринимателям. Возражений нет. На большинстве торговых объектов уже появились вывески, уголки потребителей и цены. Видимо, руководство рынка таких требований не предъявляло. Что странно. Защитить права потребителей и вернуть торговлю в цивилизованные рамки. Уже сегодня заметны изменения. Свободные от растяжек проходы, не заваленные товаром ролеты. Без штрафов не обойдется. Их сумму определит административная комиссия. На нарушителей было составлено около 20 протоколов. Проблемы медицинского обслуживания населения, благоустройства села и ремонта спортивных объектов поднимали жители Джигинки на выездном приеме главы Анапы Сергея Сергеева. Присаживайтесь. Сергей Павлович, вопрос такой. У нас детки посещают спортивные секции. Сейчас тепло. Они посещают их на резинке. У нас хорошая резинка для футбола, для баскетбола. А еще у нас есть спортзал. Я так поняла, что мне объяснили, что это Олимп. Организация держит этот спортзал. Я хотела спросить, когда будут проводиться какие-то ремонтные работы? Мы деньги выделили на ремонт. Я не знаю, на сколько этого миллиона хватит. Скорее всего, нам все не хватит. Но хотя бы первый шаг сделали. Так что вы немножко потерпите. Важный для многих селян вопрос задала главе курорта Людмила Султанова. Сейчас строится дневной стационар у нас. Очень бы хотелось узнать, когда его запустят. Потому что уехать, представьте, я здесь посидела 20 минут. Уехать в Юровку, выйти на трассу, тяжеловато как бы. Обещаю, 20 августа, но я не верю, что они 20 августа закончат. Но я думаю, за сентябрь мы закончим. Да больше всего. Ну дай бог, чтобы меньше им пользоваться этим стационаром. Без этого уже выезжали. Но, к сожалению, да. Поэтому и делаем. Спасибо всем, кто помогает, кто продвигает это дело, кто вот решил это построить. Ну, в общем, большое всем спасибо. Потому что это действительно очень нужно. Серьезную проблему озвучила жительница хутора Утаж. У нас нет фельдшера. Фельдшерский пункт есть. Его уже два года ремонтировать не могут никогда делать внутри. Фельдшера нет. Как Сосновская умерла, у нас была, у нас же не приходила. И все, больше никого нет, никто, никого нет. И люди просят, да? Просят, конечно. У нас очень много маленьких детей. На прививки возим. Джигинку неудобно им возить. У кого есть машина, у кого нет. С пересадкой, с ПД-трассой. А есть у вас... Старички есть. Хоть один медработник, который живет в Утаже и ездит на работу. Ну, которая способна была быть фельдшером. Ну, у нас есть, но она работает на другом отделении фельдшером. Уже на пенсии женщина. На втором. Пенсия не будет. А так таких, у нас на УТШ пока таких нет. Еще не приехали. Организовать на время ремонта ФАПа дежурство врача глава Анапы Сергей Сергеев поручил начальнику управления здравоохранения Вячеславу Ушакову. Давайте посмотрим, что по этому пункту. Может быть, другое место. Если ремонтируем, то пусть он будет. Вот. И, может быть, там, в понедельник, допустим, четверг. В этот день вместе с главой курорта выездной прием вели его заместители и руководители структурных подразделений администрации. Всего консультации получили больше 40 жителей Джигинки. Дети не могут быть чужими. Каждый ребенок имеет право на улыбку, добрые отношения и любовь взрослых. Анапа недаром зовется Республика детства. Здесь каждому маленькому гостю обязательно подарят праздник. 15 ребятишек из Донецкой Народной Республики отдыхали на нашем курорте в детском оздоровительном центре «Кубанская Нива». 21 день беззаботного детства, солнца, моря и тишины. У нас было 4 ландия. И один ландик находился в широком, который, вы слышите, по телевизору полностью распомбили. И наши дети второе лето не имеют возможности просто человечески отдыхать. И по линии взрослых, которые даже не спасили детей, хотят они это или не хотят, они лишили детей детства. Спасибо коллективу «Кубанская Нива» за гостеприимство. Вы даже не представляете, ребята, сколько человек участвовало, чтобы вы хорошо отдохнули. Небольшой островок детства им подарила Анапа. В канун отъезда на родину ветераны боевых действий в Афганистане и ветераны МВД устроили для ребят небольшой концерт. Все вместе пели патриотические песни. На память об Анапе каждый ребенок получил пакет подарков. Детские глаза, конечно, сияли от внимания и тепла, который они получили в нашем городе. В этом году впервые у нас отдыхают дети из Донецкой Народной Республики. Поэтому мы очень рады, что они сюда приехали. Мы сделали все необходимое, чтобы дети почувствовали здесь то, что было у них оторвано этой войной. То есть счастливое детство. Чтобы отдых на курорте был комфортным и безопасным, а горожане и гости курорта спали по ночам спокойно, службу несет патруль. Казачий патруль. Ежедневно в 8 часов утра и 8 вечера совместно с полицией на улицы города выходит казачья дружина в будни и праздники. Получают наряды и ориентировки и патрулируют город. Проверяют документы, следят за правопорядком и спокойствием на анапских улицах и в оживленных общественных местах. Попасть в дружину непросто. Каждую кандидатуру утверждают не только на уровне районного казачества, но и на уровне Таманского отдела Кубанского казачьего войска. Идет тщательный отбор при наборе в казачью дружину. Первое – это ходатайство атамана. Второе – ходатайство правления хуторского или станичного или городского казачьего общества. Далее – казак должен быть не менее одного года в своем обществе – хуторском, станичном или городском. Далее – должен отслужить в рядах вооруженных силах Российской Федерации или Советского Союза. Это самые основные критерии. Как признаются казаки, служба опасна и трудна, но… Служба хорошая, интересная, достойная. Приходится, в принципе, все. Помогать людям, гонять нарушителей. Люди бывают очень адекватные. С ними разговариваешь, обсуждаешь их нарушения. Люди относятся к казакам совсем по-другому. Они видят помощь в этом. Сотрудничество казачества и полиции оправдало себя и давно подтвердило свою эффективность. Судят, наверное, народ, люди, судят, эффективно ли дружина работает в Анапском районе или нет. Но по данным войскового правительства, именно Кубанского казачьего войска, Анапский район заходит в пятерку лучших обществ по охране общественного порядка. Составлено более четырех тысяч протоколов административных правонарушений. В ОВД доставлено более 500 человек. Первые казачьи дружины были привлечены для охраны правопорядка в 2012 году. По результатам работы было принято решение количество дружин увеличить. Сегодня в городском патруле работает 96 казаков. На улицах Анапы растет много уникальных и редких растений. Одно из самых крупных деревьев на планете – платан – украшает уголки курорта. В летний жаркий сезон платаны очень ценят, ведь они дают спасительную тень и прохладу. Гибрид клёна листного платана был выведен случайно еще в 17 веке в Англии и получил широкое распространение благодаря повышенной устойчивости к газу, дыму и низким температурам. Ствол молодых растений достигает 2-3 метров в диаметре, а густая крона жадно тянется к солнцу, стараясь раскинуть ветви подальше друг от друга. Полюбоваться на платановую аллею можно в центре Анапы, на улице Крымской. Многие часто путают дерево с клёном из-за схожей формы листьев. Клён. Платан. Да? Больше лёгкий был? Нет. Я думал, клён. Какой листьев такой, клён. Мы тоже приехали, удивились. Красиво выглядит. У нас таких деревьев не растет так вот по аллеям. Мы думали, это клён, но оказалось, это платан. Платан отличается от клёна огромными размерами и долголетием. И он намного старше по происхождению, поэтому саженцы дерева – удовольствие недешевое. Ну, мы знаем о том, что его в народе называют бесстыдницей, потому что сбрасывая свою кору, он оголяет свое тело, и вот так вот прилюдно стоит с оголенным телом. Ну, чтобы жаркое южное солнце его не опалило, он надежно закрывает развесистой кроной. Вот крону нет. Платан – изюминка Черноморского побережья. Уникальное дерево радует и изумляет своей красотой человечество тысячелетия. Анапские спортсмены снова в числе лучших. Кристина Усова представляла нашу страну на Кубке Европы под Зюдо в Берлине. 470 спортсменов из 37 стран – серьезные соперники. В очередной раз Кристина проявила упорство, продемонстрировала свое спортивное мастерство и завоевала серебряную медаль. А в Старом Осколе на чемпионате России по тяжелоатлетике заслуженный мастер спорта России Олег Чен установил новый рекорд в сумме двоеборья – 342 килограмма и одержал безоговорочную победу. Поздравляем наших спортсменов и желаем им новых побед. И завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайны Медной горы. В пятницу 7 августа в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 26-32 градуса. Ночью до 28 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 9 метров в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 28 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайны Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Генеральный партнер программы новости, анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость к печаным пляжам – вот главное достоинство Кавказа. Партнер программы новости – магазин доступной и качественной одежды для детей и взрослых, модная школа. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281.